здравствуйте друзья в эфире дачные советы вот и добрались мы до моих любимых культур которые первыми откроют посевную в этом сезоне это корневой сельдерей и лук выращенный через рассаду если у вас есть система капельного полива то эти культуры вырастут ну почти безуходные главное хорошую рассаду выгнать вот мы с вами будем учиться делать это во-первых нужны хорошие профессиональные семена я их уже закупила это семена лука exhibition салатный сладкий лук который можно так есть не подвергая тепловой обработке и лук а саманта это острый лук лежит и хранится долго вырастает больших размеров это уже маленькие вот остались самые крупные мы съели значит это первое условие купить профессиональные семена этот и другой лучок я уже взяла у антона бардукова теперь нужно сделать очень хорошую почвенную смесь лук относится к едокам я бы сказала номер один он разбирается какой почве вы выращиваете если под предшественника никогда не носился навоз и перегной что я делаю ежегодно виде сухого жуглевского удобрения все даже весной положите много удобрений а он уже таких размеров и вкуса не получится как не поливая и как не корми то есть земля должна быть хорошо подготовленной даже под предшественника лука следующий момент почвенную смесь для выращивания рассаду надо уметь приготовить вот сейчас за месяц до посева этих культур мы должны это сделать как всегда добавляю те грунты которые продаются в магазине на основе торфа заправленный либо химическими препаратами минеральными удобрениями либо органикой в виде биогумуса который я лично использую кроме этого я добавляю к этим вроде бы готовым грунтам уже свою землю почему я это делал во первых это удешевляет рассаду наполовину то моя земля бесплатная во вторых я знакомлю эти культуры с той почвой на которой им предстоит дальнейшем расти а это очень важно и так беру свою землю допустим у нас здесь четыре литра перебрали выбрали все корешочки камешки и весь прочий мусор подготовили почву вот она какая рассыпчатая черная так теперь сюда почва то у меня ой ой какая тяжеленькая высыпаю на 4 литра сколько насыпать вермикулита обычно один к трем четыре литра земли значит мы должны взять литр с небольшим то есть пять стаканов вермикулита так много да и растение любит чтобы в почве было много воздуха чтобы она была влагоемкой почва это все даст нам вермикулит вот такой фракции вермикулит смешанной землей подойдет для посева и мелко семянных культур которым она относим корневой сельдерей петунии которые сейчас продолжаем сеять дельфиниум и может кто-то земляничку посеять только не сети крупноплодную ничего не получите это обман а мелкие сорта земляники такие как барон солимафер и других можно сейчас посеять растут великолепно урожай получите в этом году мелких ночи душистых ягод как будто они лесные можно посеять и семена картофеля для того чтобы обновить свой посадочный материал картофель будет абсолютно здоровым и следующие 10 лет вы будете с него получать хорошие урожаи нормального крупного картофеля ну вот перемешали вот для многих цветов такая смесь уже будет достаточно для того чтобы у нее сеять потому что под цветы вот частности под петунии не надо класс много удобрений будь много листвы я не будь жара вас а цветов будет мало иметь это в виду теперь берем мой любимый эко грунта тут каченко как я его люблю за хорошее качество верхового торфа за хорошее качество биогумуса который добавлен сюда кроме того здесь еще есть немножко вермикулита в качестве разрыхлителя в помощь верховому торфу и здесь же есть еще и наши любимые бактерии сенной палочки бациллос субтилис в виде фитоспорина один из штаммов сенной палочки вот теперь по объему добавляю поровну своей земли с вермикулитом и экогрунта те товарищи что не запасли свою землю спрашивают а вот в этот экогрунт можно сразу сеять можно только кормить будете почаще и не допускать дефицитов питания смотрим на листиках появились пятна вот и подумайте почитайте книжки что это такое почему это у вас пятнышки на листьях дефицита питания кормить надо и рано начинать надо кормить если собираетесь вас выращивать двухмесячную рассаду того питания того биогумуса что заложен тут миски уже будет не хватать и растение надо будет начинать кормить уже через две-три недели после того как вы их поставите вот такой торфогрум имейте это в виду так все тщательно перемешали эко грунт от ильи ткаченко он уже хорошо очищен не только от семян сорняков от всякого рода заразы но и от грибов и бактерий возбудителей болезни я уже говорил вам туда добавлен фитоспорин я теперь хочу обеззаразить еще раз потому что мы получили почвенной смесь вот эта земля которая принесла слугов которые пошевыряли скобаны она то у нас не обеззаражен и там обязательно есть не только полезные микробы но и те которые вызывают болезни у растений то есть мы должны сюда еще внести микробиологические препараты нет братьев наших как я их называю которые за оставшийся месяц до начала посевной обеззаразит эту почвенную смесь что можно взять так гумат калия там есть небольшое количество этих самых медбратьев но в основном это как удобрение работать то есть есть микробы повара которые будут готовить пищу для растений а вот касте медбратьев это наши с вами хорошие знакомые это аллерин гомоир это все разные штаммы бактерии бациллус субтилус и такой при по биопрепаратор как трихоцин там уже грибы находится триходермина мы его пустим непосредственно каждое кашпо которым будем выращивать растения за один два три дня до посадки вносится этот гриб а можно во время посадки или даже сразу после посадки от корневых гнили от черной ножки вот эти все препараты будут хорошо работать согласно инструкции развели в литре теплой воды аллерин и гомоир фитоспорин здесь уже есть у кого нет добавьте чуть-чуть можно сюда добавить и гумат калия потому что там тоже находятся микробы полезные которые будут сражаться с патогенами плюс здесь находится еще и повара есть слабые органические кислоты которые помогают расщепить молекулы питательных веществ на ионы еще раз повторяю микробы у них нет зубов они не могут молекулярную пищу есть это им не по зубам вот эти слабые кислоты органические фульвы кислоты особенно они помогают пройти процесс дистанции распады молекул на ионы и только в ионном виде потребляют растение пищу представляете какая длинная цепочка и мы должны в этом неплохо разбираться для того чтобы знать а что мы в землю так кладем чем мы ее пичкой мы надо у меня волосы встают дыбом когда вы мне звоните и перечисляете чего вы только не накупили что только не наложили в почву используют одни и те же препараты с одинаковым набором азота фосфора калия микро но зачем вы это делаете на соление почвы вот и погибают проростки не успев даже дать приличную надземную часть ничего больше не надо вот как хорошо запахла почва она должна пахнуть подстилочкой так как весной когда вы ходите на почву работать наклонишься к земле нюхаешь нюхаешь на здоровье пахнет вот теперь значит нам нужно добиться чтобы почва была смочена нормально не пересушены не переувлажненная и следить чтобы она вот течение месяца пока будет стоять и дозревать в теплом месте в темном мешке а если светлом то в непрозрачном или в темном помещении как у меня чтобы почва была всегда влажная открыли мешочек и посмотрели случае надобности взяли дополили чем-нибудь хорошим что хорошее я вам уже рассказала кормить растение обильно будем потом а сейчас и этого хватит у нас здесь есть биогумус который входил состав напоминаю экогрунта или ткаченко так у нас своя земля хорошая жиряевская мне тоже много удобрений и мы сюда добавили еще и бумат кали там тоже есть и азот фосфор калий микроэлементы вот так вот кампина не должна слепаться чувствовать надо почву чудо и сейчас я хочу чтобы послушали советы владимир саныча камякова вот он мне подарил удобрения черный белый жемчуг в этом году его тоже буду использовать и осенью расскажу вам о результатах выращивания рассады на торфогрунтах с применением белого и черного жемчуга пока слушаем информацию от владимир санча камякова биогумус хорошего качества и по приемлемым ценам а также жидкий биогумус и внимание новинка экогрунт можно заказать в самаре по телефону 972 70 95 здравствуйте уважаемые дачники сегодня хотелось бы много рассказать но все не получится но проложим тему подано галина константин и это о подготовке почвы для высаживания семян и выращивания рассады в прошлом году мы уже рассказывали об удобрении органическом под названием черный жемчуг черный жемчуг это небольшие гранулы которые можно закладывать почву они повышают гумус почву они делают почву более рыхлой более воздушной другими словами агрономы называют это удобрение дрожжи для почвы а поэтому мы обязательно рекомендуем вам при приготовлении почвы заранее дней за 10-14 внести его в землю чтобы это удобрение начало работать для выращивания хорошей рассады и в дальнейшем хорошего рожая требуется хорошая корневая система для создания корневой системы мы предлагаем использовать удобрение под названием фитактив экстра за счет стимуляторов которые входят в состав этого удобрения развивается очень здорово корневая система когда вынимаете рассаду из стаканчика то увидите что корневая система сплошь заполнила этот ком земли еще одна новинка которой мы хотим предложить вашему вниманию это экстракт корицы этот препарат применяется в то время когда нельзя использовать химические препараты как раз период плодоношения на различных культурах будь то малина слива клубника и другие плодовые ягодные культуры ну и конечно не забываем использовать наш давно известный препарат под названием райкат старт многие его уже используют многим он понравился отзывы хорошие райкат старт это готовый препарат для выращивания рассады овощных и цветочных культур содержанием основных веществ и микроэлементов до свидания до новых встреч магазин капельный полив предлагает новинки семян томатов и перцев российской итальянской турецкой селекции внимание на ряд семян предлагается скидка до 50 процентов наш адрес город самара улица минская 25 здравствуйте дорогие друзья наконец-то все праздники закончились и конечно наши дачники уже готовятся к сезону выбор семян очень большой и порой глаза разбегаются есть то что нужно для выращивания рассады вот они вот такие наборы горшков для выращивания рассады и конечно кто уже привык выращивать на этих таблетках они уже не могут отказаться от этих таблеток мы предлагаем все что нужно для выращивания хорошей рассады это и удобрение и химикаты и стимуляторы корней образования а сегодня я хочу вам показать вот такой подарок от галины константиновны смотрите это лук эксибишен галина константиновна часто рассказывает и показывает как этот лук она выращивает у себя на участке мы взвесили это 860 граммов а это весит 700 граммов представляете вот две луковицы это полтора килограмма и самое главное посмотрите какого хорошего они качества значит лук эксибишен хранится где-то до марта месяца он очень хороший для салатов если можно так сказать про лук то он сладкий лук сейчас мы его и попробуем ухты все пробуй на галя пробуй сейчас видишь на самом деле сладкий да очень сочный вообще нет горечки если выбираете лук конечно лук эксибишен самое главное купите сейчас семена и вот этот лук можно получить в течение одного сезона то есть уже от чернушки именно получается вот такие уже луковицы а так как мы все-таки занимаемся цветами не сказать про цветы я не могу и и самым первыми мы начинаем сеять конечно пеларгонии их очень много я их люблю особенно после того как я посмотрела бахайские сады вот такого цвета пеларгонии была высажена как мне понравилось как это смотрится хорошо самое главное монокультура только один цвет если бы это были смешанные расцветки не так красиво бы смотрелось а этот сорт совсем необычный профи бело-розовая двухцветная такая пеларгонии вот это лосось его цвета белый цвет он всегда красивый вы конечно можете приобрести у нас уже готовые цветущие растения но многие говорят мне хочется смотреть как они постепенно и семечка начинает расти это конечно не только красивые цветы это еще удовольствие от выращивания цветов садовый центр вера глуховой приглашает в новый магазин по адресу улица ташкентская 173 здравствуйте дорогие дачники вы собрались выращивать лучший наш томат пинг самсон перец самсон огурец самсон китайской баклажан бастион как их вырастить вы должны подготовить землю такая есть грунт волшебная грязка в котором есть азот фосфор калий есть микроэлементы полезная микрофлора что там не хватает там не хватает кремний значит вы добавляете циафлора также костную муку добавляйте очень полезно если вы добавили добавить удобрение для пересадки и рассады называется органик микс чтобы это удобрение работал длительное время и так рассаду вырастили вы пересаживаете как поливать чем поливать эту рассаду да вам надо подготовить землю вам надо сделать так чтобы ph жидкости с удобрением был 6 6 половиной если будет больше вы добавляете пикацид столько сколько нужно чтобы получить оптимальную жесткость и ph дальше чем кормить сначала землю вы должны дать корневое удобрение новоферд почему там высокое содержание фосфора для развития мощной корневой системы а потом смотрите если вегетативность падает вы добавляете удобрение с водичкой 20 20 20 новоферд а когда будет уже поспевать ваше растение вы чередуете два состава с высоким содержанием азота и с малым содержанием азота при этом если вы хотите чтобы не было вредной микрофлоры вредного грибка вы добавляете голобиому в которой четыре вида триходермы пять видов бациллиусов и азотфиксирующие бактерии но если вы посчитаете дорого вы можете смешать аллерин гомоир и трихоцин дальше вам надо бороться с вредителями что вы делаете вы берете фитовер добавляете туда экогель и рапсол экогель прилипатель снимает стресс а рапсол дает следующее у вас вредитель задыхается от рапсола вот и плюс еще борьба с мучнистой росой через три дня вы повторяете эту операцию только без рапсола а через семь дней повторяете первую операцию и все вредители ни белокрылки ни клеща ни три у вас нет дальше если вы хотите сделать вне корневые подкормки как вот делает галина константин настрасельцева да я рекомендую следующее например давать сначала виноград нутривант плюс где азота нету фосфора 40 и 25 калия там и другие элементы чтобы мощно развивалась корневая система когда вы это сделали через 30 дней вы брызгаете в частности вот на томаты на огурцы да чтобы нутривант плюс был с 8 процентами кальция чтобы у вас не было вершинки а в конце после того как образуются помидорки огуречки баклажаны вы даете с высоким содержанием калия ну например нутривант плюс плодовые да и вместе вот этим с нутривантом что надо еще добавлять там аллерин гомаир глиоклодин или глобиома биота макс то есть я вам рассказал как готовить землю как готовить воду если вы так делаете вы получаете большой и надежный урожай агрофирма семка самара предлагает оптом и в розницу семена ведущих отечественных и зарубежных компаний удобрения стимуляторы роста грунты и средства защиты растений от болезней и вредителей телефон 9 500 900